Сегодня мы специально рады проснулись, чтобы проводить наших сожителей. Они переезжают в новый отель. Good morning. Good morning. Да, такой огроменный автобус за ними приехал. Мерседес старенький, по-моему. Нет, это навряд не мерседес. Что-то похожее на Мерседес. 8 человек сегодня покидает. Good morning. Good morning. 8 человек покидает наш отель сегодня. You happy? When we arrive. Они сказали, что в нашем отеле больше находиться невыносимо, очень жарко. Туда, куда они переезжают, там есть бассейн, есть кондиционер, и будут они платить 800 рупий с человека. В день. То есть мы бы с Дашей платили бы 1600. Ну, в общем, проснулись мы только ради того, чтобы проводить. Я тут немного приболел. Началось все с того, что у меня разболелась голова, такая, знаете, особенная головная боль. Такое ощущение, что мозг изнутри разбирает и давит мне на глазное яблоко, такое внутреннее черепное давление. Потом у меня воспалились лимфоузлы, появилась слабость, и я весь покрылся сыпью. У нас с Дарьей есть надежда, что это не коронавирус, а аллергия. Мы выпили несколько таблеточек против аллергии, от головы выпил таблеточку. Будем пить таблетки, пытаться вылечиться. Конечно, страшно заболеть в Индии, неизвестно чем. И вдобавок у нас нет ни медицинской страховки, и вообще ничего. Поэтому лучше наболеть. Надеюсь, что все будет хорошо. Ребята, вы у нас спрашивали в предыдущем выпуске, живой ли японец, он живой. Он продолжает свои эксперименты с санитайзером самодельным. Кстати, кто не понял, он пытался сделать самодельный санитайзер. Еще делай. Я попал, и завтра я буду. Сделай, и так сюда. У нас тут организовались еще некоторые проблемы. Вот наш отель, и буквально в пяти метрах от него соседний отель, в котором обнаружили коронавирус. И отель полностью закрыли. Но это еще не все. Через 10 метров еще один отель, который тоже закрыли, и в котором тоже обнаружили коронавирус. Привет, чувак! Как дела? Хорошо. Как дела? У вас баскет? Да. Мы идем в баскет. Окей, вечером два ночных диннера, окей? Окей. Я у нас мясо. А, мясо? Као? Да, из моего друзей дома. Ага. Едем. Окей, окей, мои друзья. Спасибо. А вы встретили. Знаете еще, какая проблема обнаружения коронавируса в соседнем отеле? В Индии очень любят действовать радикальными методами. Они могут тупо закрыть всю улицу, вообще перекрыть. И мы не сможем тогда никуда ни выйти, ни сходить. Просто тупо будем сидеть в отеле. Поэтому, возможно, ну, если не закроют, то все будет хорошо. А если закроют, это будет нашей ошибкой, что мы не поехали на рейсах 14-15 числа. А корова только что ела мотоцикл, сиденье объедала. Я не успел заснять. Вот, а вы спрашиваете, чем корова питается? Не только на помойках, но еще и могут даже мотоцикл подъесть. Она тут с пеленочком. А вон еще у стены сколько брошенных байков. Тоже целая куча. Ситуация в Индии, конечно, непонятная. Вроде бы казалось, что, смотрите, все уже практически магазины открыты. Людей на улице тоже много. Но дело в том, что корону до сих пор продолжают обнаруживать. И это не радует нас. А так-то в целом вообще уже красота. Можно ходить спокойно по магазинам, гулять по улицам. В одном из наших предыдущих выпусков мы вам показывали, как мы купили проросший кокос. И не показали на камеру, как мы его съели. И что он из себя представлял по вкусу. Хотим сейчас его купить, чтобы еще раз заново вам показать. Но, к сожалению, не можем найти. Это вот было единственное место, где его продавали. Но там сейчас вся улица перекрыта, как я вот вам говорил, из-за того, что у кого-то нашли коронавирус и всю улицу закрыли. Смотри, ход-спот. Дом. Ход. Да, вот, кстати, видите, целый дом закрыли. Тоже ход-спот. У кого-то нашли коронавирус и закрыли целиком. Весь дом еще и хлоркой засыпали. Даже выходить теперь никому нельзя будет из этого дома. Видите, какие здесь методы борьбы с короной. Как бы нас не постигла эта участь. Но поскольку мы кокос не нашли, я вам так скажу, что по вкусу этот кокос мне напомнил яблоко. Тот самый проросший кокос. Мы впервые решили сходить в большой супермаркет. Тут вот такая небольшая очередь, поэтому-то мы и решились. И еще на входе надо обязательно мыть руки с делим и хлорочкой. Официальный обученный человек сидит, который помогает в этом деле. Мы уже где-то, наверное, минут 30 стоим. И вообще очередь не движется. Но я бы, честно говоря, ушел. Но Даша очень хочет попасть, поэтому мы ждем. Маленький бычок слизывает хлорку с пола. У меня вся борода уже в этой хлорке. Как бы он не отравился бы. В Индии очень много, на самом деле, всяких лугов, пастбищ, где бы могли пастись коровы. Но почему-то они живут в городе. И из города их никто не вывозит на лугах. Смотрите, кого я здесь и видел. Живущую рыбку в полном одиночестве. Она одна. Смотрите, как она засуетилась, когда увидела кого-то. Люди, я здесь, я еще жива, помогите. Она красненькая. У нее огромная шишка на лбу. Это такой вид, интересно, рыбки? Или это у нее какая-то опухоль? Ну, воздух ей подается. Корма не видно. И она еще по-прежнему жива. Не очень хороший супермаркет. Там не так уж много выбора. Ну, так домашний рис, всякие каши много. Но я даже соль не смогла купить, не нашла. Я смотрю, ты купила очень мощную шоколадку. Да чуть-чуть зарядиться. Зашли в магазин, Саша, покупаем трусишки. Такой магазинчик. С одеждой. В Индии очень распространены пола и рубашки. Очень много рубашек. Цвета прикольные. Можно даже себе посмотреть рубашечки. Такие ковбойские. Сколько стоит? 550 рупий. Какие-то палочки мужичок стругает. А вот здесь? А, это и зубы чистые. Что ты даже думаешь, что это такое? Зубы чистили, говори. Щетка зубная. На 100 рупий мы купили вот такую кучу масала досы. Это блинчик с картошкой. Очень вкусно. Один пакетик 10 рупий, там один блинчик. Мы нашли очень место классное. Вот такое фирменное мороженое. Мы уже пробовали. Сколько это? 110 или 120? Ну, он хаммер хаммер. Да. 150 рупий. Это с... Он проходил мимо и остановился. Я ожидал это. Еще у них тут такое молоко продается. Разного процента жирности. Меня заинтересовало вот это. Full cream milk. Знаешь, я даже чувак-то подошел. Он подумал, что у нас прибор... Температура. Да, температура. Хаммери. Пойдем кушать там. У меня вот такое мороженое. Вкусное? Шоколад напоминает. Как у шоколадки Snickers такой прям сладкий молочный шоколад. Вкусное шоколадка. Шоколадка, мороженое. Вообще, когда аллергия, нельзя есть шоколад. Да. Но так как Саше надо выздоравливать, чтобы поднять ему настроение, надо есть мороженое. Прям как Snickers по вкусу вообще. Как мороженое Snickers. Так, а мое? Что же вкусное? Прям шоколадное, шоколадное. Я любитель всего шоколадного. Шоколад, пирожные, шоколадные, тортики, шоколадное, мороженое. А Саша больше по белому, да? Даш, как думаешь, они воруют? Посмотри. Грабители. Она уже такая, подпорченная, может быть, специальное им положение. Это что, так вообще-то кинзой, да, пахнет? Кинза, да. Тут еще и козли, глядь. Целая гора у них. У них по вечеринке. Ландайки. Вот это вам повезло сегодня. Парень тащит огроменный мешок, больше чем он. Он бутылки пластика выходит, собирает. Дядя ведет корову за хвост, как за поводок. У нас на улице сборище. Хоть! Это я сейчас не накладываю звук. Это звуки улицы. Здравствуйте, мои коровки дорогие. Здравствуйте, здравствуйте. Смотри, сиськи-то у них на дурных, их уже подоить надо вообще-то. Глядя, глядя, смотри, коров. А это бык, 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 да? Играет или чешется, не пойму. Тик-тик. Что он делает? На рецепшене какой-то обряд. Пунжа. Ого, это какие-то, наверное, подношения. Пунжа. Так, и куда это все? Ага. еще говорит теперь ты даже давай вот так коронавирус тебя теперь точно не возьмет мы сегодня в новой компании с нами девушка из японии она нам показывает какие блюда самые популярные в японии они гири они гири они гири это рис треугольничками слепленный и с водорослями морскими до называть нури нури она также как и мы плохо говорит по-английски поэтому это друг друга нашли ну и вообще она так более охотно с нами общается потому что может быть тоже практикуется старается там какие-то слова вспомнить многие очень японцы мне вообще нравятся такие приятные люди такие ненавязчивые не знаю может быть мне такие попадались как я не знаю говорил им или нет нельзя людей раскладывать там по нациям там хорошие плохие среди всех есть хорошие плохие к нам пришел аппу аппу тэнки у мид дашь возьми еще вот это клади сюда пуф вот мид мид као као сегодня мы будем есть коровы в индии киба проводим дегустацию блюда которая нам принес акул но я не знаю чего это сделано но похоже это на макароны по-плоцки да да помидорчик морковка вот это я не знаю что это аппу нам сказал что это его друзья готовят как говорится спокойствие только спокойствие когда прилетела летучая мышь не меня что-то свалилась не я только что сейчас придет даша я думаю у нее будет шок у меня у самого даже легкий шок я немного боюсь вот это да такого еще не было я думаю как закончится полет летучей мыши на чем она залипнет мне кажется надо открывать вторую дверь чтобы она смогла вылететь операция летучая мышь улетай надо знаете что отключить вентилятор а то она врежется сейчас ты же сможешь вылететь давай а мы знаем что сейчас делаем мы сейчас выключим свет она на свет вылетит вот я думаю так она собрали куда лететь вот умничка все операция летучая выждака закончена да мы первый раз выходим на улицу вечером сказали что можно выйти до 9 вечера сходить в магазин купить что-нибудь вкусненького атмосфера такая специфическая я выкладываю stories в инстаграме с коровами и мне пишет жуть какие коровы худые я вот не знаю почему у них торчат кости вы посмотрите на ее пузо ее просто раздуло почему у нее не наращивается жир я даже не знаю просто правда раздуло может у меня какие-нибудь процессы там брожение происходит в животе и она как шарик раздулась но они все такие здесь у них у них огромное пузо и торчат кости смотрите что мы зите купили молоко интересно она вообще когда-нибудь пила молоко зита тебя покупал кто-нибудь молоко открылись спортивные магазины цветочные магазины дороги в городе все также пустоватые на улице раздают еду тут очередь такая чадает на на и он листик тенге мы пришли на озеро до давай место где-нибудь подыскиваю там на островке может позагораем какой аромат глиняное озеро слушай а вот там наверху глянь это что метро что ли вот это да здесь метро есть ничего себе мы даже ни разу не прокатились первый день на него прокатиться но почему они прокатились потому что взяли такси даже цветочки ли они уже это вен ух ты глянь а под деревом собачки жара просто невыносимо мы идем я думаю как бы не потерять сознание под солнечного удара очень жарко на улице мы уже наверное километров пять прошли вдоль набережной надо наверно закругляться уходить куда-нибудь в город искать тенек такой красивый католический храм белоснежный и большой прям далеко ушли от того места где мы живем но здесь тоже одни торговые какие-то площади рынке магазинчики но плюсом могу отметить что никто в этом городе не пристает деньги не просят нищие и что не характерно никто не подходит не спрашивает куда ты идешь откуда ты приехал там ну все подряд в инди любит уходить приставать что-то разговаривать с тобой спрашивать здесь все тихо и спокойно на нас даже внимание никто не обращает может быть мы уже за время пребывания здесь стали похожи на индусов смотрите с левой стороны от меня какое здание красиво что это за посту а ну да да заброшенный наверное это все житие было так красиво подписать писять дядя пошел любит ссать прям везде на улице вот это у них моду а мы с куришем на тачку копили целый год и вот мы наконец сорвались на автозавод какая даже крутая тащила до у нас появился новый фрукта ланган в таиланде его много в индии вот видим впервые сезон наверное начался 150 рублей килограмм привет апу хаварил ход в эрих от сеньки а по фото он ли water саша просто обожает жареную картошку я решила вы порадовать и наконец-то пожарить его картошки съехали испанцы кухня теперь свободно и наверное мы будем теперь себе готовить это дешевле и вкуснее картошку кстати жареную за больше года нашего путешествия я ни разу не делал потому что у нас очень редко была кухня ну что картошка почищена лук почищен отправляемся на кухню ну вот мы на кухне сейчас даша мой вот сковородочку и можно начинать аку он street many cow walking who boss this cow or this cow not have boss there's no boss it's a holy cow holy cow holy cow the cow black temple 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 the cow a boss temple boss temple from both caro it's like a holy holy cow in india we have a holy cow the cow belongs to the temples the temple a cow the cow the cow a temple temple хозяева этих коров temple is a owner храма хозяева этих коров и кровоприховать крэм и храмах обязаны накормить коров здесь они ходят по улице every house food like the same dog so wild cow no boss Им дают еду так же, как и с собакам У них нет босса В общем, люди, кто захотел, тот и покормил Ну, в принципе, как мы и предполагали В Индии три вещи Очень много людей, очень много кари и очень много коров Покажи ручку Саша на аллергия сходит За три дня приема Против аллергенных таблеточек Зодок И отказа от манго Аллергия проходит Голова болит? Нет, уже все Все, голова не болит Я думаю, 95% что это было виновата манго Поэтому будьте с ним аккуратнее Еще нам сказали в Индии, что этот фрукт считается греющим Что если его есть в жару, то организм может перегреться И индусы его едят по чуть-чуть Вот Элька нам говорит, я ем только одно манго в день А нам, как таким, не превышим к экзотике, вообще очень аккуратно Потому что такая аллергия, это не шутки Путешествия в другие страны, скорее всего, в ближайшее время А я думаю, до зимы Не представляется возможным Ну, по крайней мере, по Азии Сейчас, говорят, Турцию открывает Что у нас еще открывает? Крым Крым открывает! Так что, welcome! И то, я даже думаю, в Турцию сейчас многие испугаются ехать И там даже требуют тоже справку об отсутствии коронавируса Все серьезно Поэтому не думаем о нашем движении в какие-то другие страны Все-таки планируем ехать в Россию У нас там дела накопились Хочется и близких увидеть Пора завязывать Да, ну хочется как-то попасть домой Более простым способом То, что сейчас это... Как это называется? Транспортный коллапс Нет, нет, когда вот эта, типа, справка, справка Ну, ты мне слово говорил Коррупция Бюрократия Так что, можно сказать, что из-за бюрократических вот этих всех проволочек Я как бабулька говорю Справки какие-то, бумажки, получите 10 бумажек В Индии такая же проблема, как в России Просто отвезите меня домой Просто, просто, да, дайте нам, не знаю Сесть на автобус, как обычно, заплатить там за проезд и доехать Не кормите, не дайте денег Деньги еще дать Нет, хотя бы возможность была нормальна по-человечески уехать Такси... С почестями С почестями? Такси 30 тысяч Вы представляете, тут у людей, люди сидят вообще уже без денег Второй месяц, да, им надо за такси 30 тысяч отдать Ну, как на самолет, билет Да, так же, как на самолет Так, все, давай даже заканчивать наш выпуск На этом говорить всем До свидания До свидания И увидимся с вами в следующем выпуске Всех целуем, обнимаем До свидания Всем пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»